Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова и мои коллеги познакомим вас с последними событиями. Здравствуйте! Вначале коротко о темах выпуска. Вывоз мусора по новым правилам и новым тарифам. 24% в этой цене составляет крупногабаритный мусор. Накануне 8 марта глава муниципалитета встретился с представительницами бизнес-сообщества. Сейчас очень много программ по поддержке бизнеса, для развития бизнеса. И они у нас все в нашем районе работают. На горе Дыдылка прошел восьмой по счету открытый чемпионат Ленинского района по экстремальным видам спорта. Самое главное – уверенность в себе и не бояться. С 1 января 2019 года Ленинский район перешел на новую систему обращения с отходами. Во дворах уже появились 286 контейнеров для сбора сухого мусора для переработки, а к июлю их должно стать 895. Также изменения коснулись оформления платежных документов и тарифов. Подробности в нашем сюжете. Новые правила по вывозу мусора начали действовать с начала этого года в Ленинском районе. В муниципалитете 504 мусоросборочные площадки. И на многих из них уже появились контейнеры двух цветов. Синий – для сбора сухого мусора и серый – для пищевых и грязных отходов. Интересно, что первоначально администрация планировала установить во дворах только 400 синих контейнеров. Но, видя активность жителей, было решено увеличить их число вдвое. Всего требуется 2300 серых и 895 синих контейнеров. На сегодняшний день мы уже с региональным оператором установили 1485 серых контейнеров и 286 синих. Власти планируют установить все контейнеры до июля этого года. Сейчас собранный сухой мусор из синих контейнеров вывозится дважды в неделю. Сухой мусор поступает на площадки сортировки, которых сегодня уже на территории Московской области более 20. Их мощность будет увеличена в два раза в этом году. И после сортировки, соответственно, эти разделенные фракции направляются на переработку на соответствующее производство. Там отходы обретут вторую жизнь. Пластик переработают в гранулы для использования в дорожной деятельности и фармацевтической промышленности. Дерево пойдет на подготовку древесно-стружечных плит, а металл на переплавку. Многие жители уже подхватили инициативу и приучили всех членов семьи к раздельному сбору мусора. Мне никаких проблем это не составляет. Я все разделяю. Пластмассу, пластмассу, стекло, стекло, картон и весь остальной мусор. Если уже мы можем, то молодежь точно будет делать так. Их в школе учат. Вот у меня внучка пришла, говорит, что их все разделение. Даже подсказала мне, что нужно, что не нужно. Два пакета, где... Ну, в принципе, отделяем только пластик пока. Изменения также коснулись оформления платежных документов и тарифов. Вывоз мусора был исключен из строки содержания жилых помещений единого платежного документа. Теперь жители многоквартирных домов будут получать две квитанции. Единый платежный документ от УК и документ от МособлЕРЦ с тарифами за капитальный ремонт и вывоз мусора. Стоимость услуги немного выросла. Для собственников многоквартирных домов тариф 8 рублей 32 копейки за метр квадратный. Рост составил не более 3%. 24% в этой цене составляет крупногабаритный мусор. Тариф этот связан... Первая, самая основная составляющая – это транспортная. Более 5-6%. Затем это, соответственно, сортировка и захоронение. Администрация района активно ведет конституционную работу с жителями. Проводит встречи, на которые нередко приглашает представителей регионального оператора по вывозу мусора. А также распространила более 18 тысяч листовок, где наглядно и подробно рассказано, как правильно разделять мусор. В каждой школе и детском саду района уже установлены серый и синий контейнеры. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Винетово. Накануне праздника Международного женского дня глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с женщинами-руководителями и владелицами предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории муниципалитета. Мероприятие было организовано отделением торгово-промышленной палаты Ленинского района и проходило в формате круглого стола. Встреча прошла в неформальной обстановке, но, несмотря на предпраздничное настроение, Валерий Венцель сразу перевел беседу в конструктивное русло. Во вступительном слове он отметил, что только в тесном взаимодействии бизнес-сообщества и власти можно стремиться к тому, чтобы стать лучшим муниципалитетом Московской области. Проблемы у нас общие. От отсутствия дорог до проблемы с инженерными коммуникациями, что, собственно говоря, является неким таким, ну, основным, наверное, посылом для обсуждения, потому что забота, коль уж мы говорим, что готовы помогать бизнес-сообществу, она общая. Как ваша, так и наша. Подобные встречи с представителями бизнес-сообщества глава муниципалитета проводит на постоянной основе. В ходе нынешней беседы предприниматели обсудили существующие проблемы и поделились опытом, в том числе и положительным, ведение бизнеса в Ленинском районе. Сейчас очень много программ по поддержке бизнеса, для развития бизнеса. И они у нас все в нашем районе работают. И губернаторская программа, и поддержка нашего главы Ленинского района. Я сама лично наше предприятие воспользовала. В 2017 году мы купили дорогостоящий станок, и 50% нам было оплачено. Мы, конечно, отчитываемся за все, нас проверяют, но, слава богу, все это прозрачно. Отдельно глава района поблагодарил женщин-предпринимателей за активное участие в социальных и благотворительных проектах, реализуемых на территории муниципалитета. Это правильное направление, которое и мы поддерживаем, и у людей находит отклик. Поэтому еще раз всем большое спасибо, что принимаете участие. Мы договорились с ребятами, что такие мероприятия мы будем дальше продолжать, поощрять. Мы будем смотреть, кто более всех активно принимает участие, и идти на встречу. Будем смотреть, какими формами. По окончании встречи Валерий Николаевич поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим праздником, вручив им цветы и памятные подарки. В первой школе города Видное прошли астрономические чтения. В ходе мероприятия ребята представили работы на космическую тематику. Чтения стали интересны всем не только докладами участников, но и придуманной настольной игрой. В астрономическую тему погрузился и наш корреспондент Арсений Рогозянский. Раньше астрономию преподавали в старших классах. Теперь ее вовсе нет в списке школьных предметов. Каждый участник астрономических чтений начал изучать науку по разным причинам. Ученицу седьмой школы Марию Качанову в познании космоса заинтересовала педагог по физике. Девочка уверена, этот предмет можно постигать не только через чтение специальной литературы. Я готовлю презентацию по астрономии в новом формате. В моей презентации будет рассказываться о том, как можно интересно учить астрономию, не подвергаясь при этом занудному чтению книг. Свою альтернативу она предложила в ходе выступления. Мария представила увлекательную настольную игру под названием «Космические приключения», в которой, чтобы продвинуться вперед, нужно отвечать на вопросы о космосе разного уровня. Изучение космоса задача сложная, однако через игру, представленную на астрономических чтениях, понять науку не только просто, но и интересно. Давайте сыграем. Среди участников было немало романтиков. Александр Калмыков полюбил космос, что называется, с первого взгляда. Чтобы заинтересоваться астрономией, достаточно взглянуть в небо, в безоблачное ночное небо. И такой взгляд однажды в детстве меня и вдохновил на дальнейшее изучение этого предмета. Так как захотелось увидеть звезды, которые обычно вижу плоско, в объемном виде. Астрономические чтения проходят уже восьмой год подряд. По мнению руководителя районного методического объединения учителей физики Ирины Селезневой, число участников становится с каждым годом все больше. Во-первых, мероприятие пользуется с интересом. Мы каждый год замечаем, что количество участников возрастает и возрастает уровень работ. Работы очень высокого уровня, очень достойные работы предлагают наши учащиеся. Разнообразие работ, представленных на астрономических чтениях, увлекло слушателей. Ребята поднимали глобальные темы. Есть ли жизнь на других планетах? Откуда появляются черные дыры? И что такое квазары? На все эти вопросы выступающие развернуто и интересно отвечали в своих докладах. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ. Принято считать, что взросление – нелегкая пора в жизни ребенка. Каждый переживает трудный возраст по-своему. Кто-то страдает от безответной любви и пишет стихи. Кто-то проводит время в плавательном бассейне и становится призером соревнований. А кто-то, видимо, от скуки занимается вандализмом. О таких разных подростках современности расскажем в следующем сюжете. Дело было вечером, делать было нечего. Вот решили школьники сбросить в Тимоховский пруд лавку. А что? И весело, и достаточно нетривиально. Скамейки на аллейке – это будничные и так приелось. А вот на дне пруда – это оригинально. Снял эту инсталляцию юных художников Егор. Вон оттуда, с верхнего этажа, увидел с балкона, что волокут они эту лавку. Начал снимать. Попытался крикнуть им потом, но, видимо, было слишком весело, поэтому они даже не обратили внимания. Потом вышел, но, как вы видели, они все равно убежали, и найти их уже нереально было здесь. Наверное, они сами, может, испугались, не знаю. Вот, наверное, все еще здесь. Ты вмерзнуть теперь, наверное, для весны и не достанешь. Он оказался единственным неравнодушным. Вот обратите внимание на этого мужчину. Ему все равно. Егор выложил видео в популярный паблик, и, как водится, дома на диване активисты все. Больше 12 тысяч просмотров и сотни комментариев писали всякое. Кто-то осуждал, а кто-то оправдывал. Они подростки, вошедшие в пубертат. Гормональный сбой. И не говорите, что мы такое не делали в их время. Все делали. И по стройкам лазили, и лампы били, и в туалеты соседям дрожжи бросали. Это не пубертат, дал заключение специалист, проанализировав видеозапись. Дело здесь в другом. Это еще не переходный возраст. Это предпубертатный возраст. То есть это возраст предгормональной перестройки. Перестройка в детях уже началась. И что здесь характерно для этого возраста – это игра. Как ни странно, это игра. Игра, то есть дети занимают сами себя. Это говорит о наличии огромного количества свободного времени. То есть дети не заняты ничем, они закончили учебу, и они вот вышли на улицу поиграть. Они обращают на себя внимание. Еще раз повторю, хорошими делами прославиться нельзя. Почему? Для хороших дел нужны знания. Для хороших дел нужен хороший пример. Нужны навыки, умения. Артем тоже хочет прославиться, но как музыкант. Для этого он 6 лет оттачивает свои навыки в школе искусств. Причем владеет двумя инструментами – фортепиано и аккордеоном. Топить лавки в пруду ему просто некогда. Для того, чтобы хорошо играть, нужно заниматься по 2 часа в день, как минимум. Я занимаюсь 3 часа в день. И обязательно это надо делать каждый день, иначе начнет забываться. Свою славу Артем получает часто, на каждом музыкальном концерте. Ребята с лавкой тоже популярны. И среди видновчан, и среди полиции. Если установлены будут личности несовершеннолетних детей, соответственно, данные родителям будут вызваны органы полиции, где будет собран первоначальный материал проверки. В последующем по практике данный материал проверки направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения. Соответственно, и в последующем данные лица несовершеннолетние, они будут поставлены на профилактический учет. И да, о подобном обязательно узнают в школе, ведь информация собирается и там. Так что и среди одноклассников слава обеспечена. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Арсений Рогозянский, Сергей Ларин. Видное ТВ. На горе Дыылка, оборудованной подъемником, уже на протяжении 8 лет проводится открытый чемпионат по экстремальным видам спорта, в котором принимают участие лыжники и сноубордисты. Наш корреспондент Анастасия Воронина побывала на захватывающих соревнованиях. Вот уже восьмой год подряд люди разных возрастов приезжают на гору Дыылка на традиционный открытый чемпионат Ленинского района по горнолыжному спорту. Здесь они могут показать свое мастерство, поделиться спортивным опытом друг с другом и, конечно, побороться за призовые места. Соревнования проходят по нескольким дисциплинам, а оценивает участников профессиональное жюри. Основной критерий это время, скоростной спуск, время, с лалом время, трамплин, красота прыжка и сложность прыжка. Оценивают сразу пять судей, которые выставляют оценки и сумма уже по баллам. Немногие знают, что горнолыжный вид спорта делится на несколько дисциплин, каждый из которых имеет свои тонкости. Например, с лалом – самое эмоциональное и сложное. Также существует спуск с трамплинами и всевозможными препятствиями. И скоростной – самый стремительный. Алексей Ильчининов в чемпионате принял участие впервые. И, несмотря на травмоопасность этого вида спорта, решил попробовать свои силы во всех дисциплинах. Занимаюсь с детства, лыжами занимаюсь. Самое главное – уверенность в себе и не бояться, чтобы побольше уверенности. Ну и, естественно, чтобы были навыки с лалом, скоростного спуска, прыжки с трамплина. А 10-летний Никита Архипов удивился своими прыжками с трамплина. И абсолютно бесстрашие им делать на лету разные трюки. Будучи уже призером всероссийских соревнований по горнолыжному спорту, он подал новичкам хороший пример и поделился с ними секретами преодоления сложных склонов. Сначала я занимался дисциплиной слалом, а потом, по непонятным причинам, это произошло незаметно, меня принесли на трамплин. Там я начал прыгать, мне понравилось, потом нам показали могульную трассу, ну и начал этим заниматься, потому что это было для меня интересно. А другой Никита Смазнев поставил себе цель стать профессиональным спортсменом-сноубордистом. Каждые выходные зимой я постоянно тренируюсь на склоне и делаю разные трюки. В этот морозный день, к сожалению, не всем спортсменам удалось показать хороший результат. Без падений не обошлось. А по окончанию соревнований всех отличившихся лыжников и сноубордистов наградили заслуженными грамотами и медалями. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И несколько слов о погоде. Снова подморозит ночью до 10 со знаком минус, днем около 5 градусов мороза снег. И на этом все. Увидимся в среду в 20.00. Хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова